Шон Спилберг. Константин Натанович, сразу хочу написать, что я не из парохоботов, которые здесь частенько пишут в комментариях. У меня такой вопрос. Разве вы не видите, что за кандидатом в президенты Украины Зеленским стоит олигарх? Он же, по сути, является главным кукловодом и тем человеком, от которого и началась вся эта эпопея с выдвижением своего кандидата в президенты. Конечно, ни Игорь Валерьевич, ни сам Зеленский не признаются, Коломойский имеется в виду, не признаются в этом никогда, по понятным причинам. Кстати, для Коломойского нынешний президент Порошенко является личным врагом. Я думаю, что это вам известно. И почему так? Итак, хотелось бы услышать у вас ответ. Самый объективный и неангажированный. Даже если вам Зеленский чем-то импонирует. А Шон Спилберг. Шон. Что такое ставленник Коломойского? Во-первых, нет доказательств. Во-вторых, ну что такое? Ну, продвигал. Он кровью расписался. Как известно, люди, которых продвигают, ну первое, что они делают, они отказываются. Это довольно часто происходит. Там вот Путина Борис Абрамович Березовский продвигал, Володя Гусинский. Первое, что он сделал, Володю посадил, а вокруг Березовского создал такую атмосферу, что тому пришлось уехать. И Юкас помогал. И Ходоковскому пришлось сесть в тюрьму, когда он не поверил, что его пасают. Так что вы не особенно волнуйтесь. Этой связи нет, она не доказана. Но человек обладает достаточными средствами для того, чтобы самому провести избирательную кампанию. Зачем ему повязывать себя обязательствами с кем бы то ни было? Ну, взаимодействия с Коломойским, почему нет? Я думаю, с Россией взаимодействие, там, не знаю, как с Путиным, но он с какими-то российскими структурами. Там у Порошенко и у Зеленского есть. Вот, говорить о том, что он марионетка, ну докажите. Сейчас, по-моему, вы тоже, Шон Спилберг, я уж не помню, по-моему, вы были среди тех, кто доказывал, что Трамп на крючке у Путина. Ставленник Путина или марионетка Путина. Ну и, ну вот самое объективное, вы настаиваете на самом объективном исследовании, неангажированном исследовании, но вот оно показало, что нет, Трамп не на крючке у Путина. Ошибались вы, Шон Спилберг. Вот, если вы, если нет, то извините, конечно. Вот, так что нет никаких доказательств, но и если бы были доказательства, ну не страшно это взаимодействие. Вот вы пишите, значит, личный враг Порошенко, Коломойский. И мой личный враг Порошенко, то, что он сделал с Михаилом Саакашвили, который хотел мира, счастья Украине. Хотел привести инвестиции, хотел реализовать, ну, аналог плана Маршалла для Украины, привез западные компании. Его не просто не допустили до реализации этого плана Маршалла. Вот, его просто удалили из Украины, лишили гражданства. Ну, конечно, враг личный, мой личный враг, потому что это методы спецслужб, это методы КГБ, это методы периода советского, когда там Славу Ростроповичу и Галю Вишневскую там лишали гражданства, или Бродского лишали гражданства. Друзей таким образом не приобретают. Вот, так что предположение о том, что Зеленский на крючке у Путина, ну, ни на чем не основан, срочно ищите Мюллера, прокурора, независимого прокурора Мюллера, который начал бы следующие два-три года проводить расследование. И в конце концов сказал бы, что нет. Зеленский – это надежда. Надежда на перемены. Порошенко – это путь в никуда, путь в ситуацию, когда нет выборов, ситуацию клона России, когда Украина становится отвратительным клоном России. Вы этого хотите? Ну, тогда и не распространяйте всякие глупости.